Какой основной инструмент Апологетики? Ну, из самого названия «Апология» можем догадаться, что основным инструментом Апологетики является логика. Поэтому следующий наш раздел – это «Христианская апологетика и логика». Вы знаете, по большому счету этот раздел появился из одного спора, который как-то возник у меня с прекрасным братом во Христе, но немножко с иными взглядами на сущность сверхучения, чем у меня. Он из харизматической церкви. И вот главное, что он пытался утвердить. Сейчас он со мной согласен, хотя я продолжаю ходить в ту же церковь. То есть дело не в церкви, тех убеждений, которые у самого человека сидят, что логика и вера несовместимы. Что логика нужна там, где не действует Дух Святой. Если ты постоянно полагаешься на логику, то, наверное, у тебя с Духом Святым что-то не в ладах. Потому что Дух дышит, где хочет. Он сам живет Вадимым Духом. Правда, Дух то в одну сторону ведет, то в другую. Иногда спрашиваю, каким именно Духом он? Вадим. Но тогда вот, дабы как-то его переубедить, я попробовал взять самое харизматическое событие в Библии и посмотреть, имеет оно в отношении к Логике или нет. Ну и тут, в общем-то, никто не спорил, не спорил он, что самым харизматическим событием в Библии является Пятидесятница. Схождение Духа Святого на апостолов. До этого я понимал, что там Павел человек, грамотный, образованный, изучал его проповеди с точки зрения как апологета. Тут уже действие Духа Святого, тайна, в которую вмешиваться лучше не стоит. Только запутаешься, но вот прижало. И тогда я вот взял карандаш, бумагу и стал перечитывать эту проповедь с точки зрения логики. Вы знаете, я просто был шокирован в итоге. То есть по одной этой проповеди галилейского рыбака, на которого шел Дух Святой, можно написать учебник по логике. То есть там есть все типы по логике аргументации. То есть там есть все типы логических аргументов, которые только существуют. Поэтому давайте начнем с того, что мы с вами разберем эту проповедь. Ну? Да. 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 И они решили четко разделяющиеся языки, какamedные и подчили по одному на каждом из них. И начали говорить на иных языках, а дух давал им провещать. В Иерусалим уже находились иудеи, люди набожные, искакывая народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в святение, и в руках не слышал их, говорящих его на речи. И все изумлялись и делились, говоря между собой, все говорящие. Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором жилились? Барфяне и Медяне и Яламиты, и жители Месопотамии, иудеи и Кампадохии, Иерусалим, иудеи и Бразилии, иудеи и Бразилии, иудеи и Бразилии, и гретяне и арбитяне, слышались нашими языками, говорящих на великих, и Бразилии и Бразилии, и не думая, говорили друг другу, что это значит. А Ирнея, успехаясь говорить, они набили сладкого вина. И все живущие в Иерусалиме, сие это будет вам известно, и внимайте слова Майи. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное Пророком и Аилем. И будет в последние дни, говорит Бог, и слию от Духа Моего на всякую плоть, и будет пророчествовать сны ваших, дочери ваших, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемые, и на рабов моих, и на рабыль моих. И все дни и слию от Духа Моего, и будут пророчествовать, и покажи чудеса на небе, вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и пырение дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит День Господень, великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасет все. Уже израильские, вы слушайте слова Мои, Иисуса Назарея, мы называем вас и святы, но вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как вы сами знаете. Всего по определенному совету и предвидению Божьей крепотности, вы взяли и пригласилиши руками беззаконной пути, но Бог вознесил его от должности без смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, видел я пред Собою Господа всегда, ибо Он одеснули меня, дабы я не покоялся. Оттого возрадовалось сердце мое, ибо завеселился язык Мой. Даже и боль Моя покоится в умолании, ибо ты не оставишь души Моей, Ваде, и не дашь святому Твоему великое трение. Ты дал мне познать путь жизни, и исполнишь Моя радостью пред лицем Твоих. Мужи и братья, это будет позволено с познаванием сказать вам о братстве Давиде, что он и умер, и погребен, и Грог его у нас до сего там. Будучи же пророком и зная, что Бог, взгляд твое, обещал ему отходить вслед в него воскресенье Христа по плоти, посадив на престолию его. Он предсказал воскресенье Христа, что не оставлено душа его влаги, и плоти его не видела пления. Сего иисус Бог воскресил, и мы все мы свидетели. Итак, он был иисус Божий, и принял от Отца обетование Святого Духа, и злил то, что вы на небе видите, слышите. И Давид не вошел на небеса, он сам, говорит, и сказал Господь Господу, и ему, «Сиди одеснули меня, доколе положу врагов Твоих, погножие ног Твоих, и так твердо зная, что он в Израиле, что Бог соделал Господем и Христом с Его и Иисусом, которого вы распяли». Слышая это, они умилились, сердце рассказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья, Петруша сказали, покайтесь и докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа и обращение грехов. И получите дар святого Духа, и вы вам принадлежи обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш. Итак, о чем же, собственно, рассказывает Петр? Каково содержание его проповеди? И насколько он отличается очень сильно от многих проповедей, которые мы слушаем сегодня? Разговор совершенно конкретный. Опять же, он начинает с того, что у людей было предположение, что апостолы напились. И он опять начинает говорить, да как вы смеете, мы святые люди божьи, вы нас обвиняете в пьянстве и прочее, прочее, прочее. Ну, хорошо, давайте рассудим. То есть, есть два варианта. Либо они пьяны, либо нет. Но если, то есть, то, что они пьяны, это попытка объяснить происходящее естественным путем. Ежели они не пьяны, то, значит, происходит что-то сверхъестественное, то есть, это некое знамение. Далее, значит, пьяными они быть не могут, потому что еще только 9 часов утра. Ну, я понимаю, что в нашей культуре это не аргумент. Иначе было аргумент. Одно время вы у вас не сдавали. Ну, специалисты все равно умудрялись. Но дело в том, что люди-то собрались в Иерусалим на праздник. И в этот праздник до первой молитвы, в третьем часе дня, или по нашему времени в 9 часов утра, до первой молитвы никто ничего не ел, не пил. И вот как раз люди-то собрались, они шли в храм в это время на первую молитву, где в 9 часов утра, и тут раздался этот шум, и на шум они прибежали. То есть, еще никто не ел, не пил, поэтому, ну, понятно, на праздник напиться вполне все возможно, но, как минимум, надо было хотя бы начать есть и пить для этого. Они еще даже не начинали. Из чего делается вы, что смысл они не пьяны, следовательно, это знамение. То есть, естественное объяснение. Не верующий всегда что-либо сверхъестественное, всегда будет пытаться объяснить естественными путями. Как говорил один апаллгет Кенхэм, что если, значит, исследователи найдут на горе Арарат ковчег, то просто скажут, что это русская подводная лодка. Но всегда будут попытки естественным путем что-то подобное объяснить. Хорошо. Те знамения, которые вы наблюдаете, они больше всего подходят из всех известных нам знамений в те знамения, которые предсказаны пророком и айдом. Не все из них. Но евреи прекрасно понимают, что такое пророческая перспектива, что пророчество во времени исполняется поэтапно. Пророк видит все сразу, для него одно время, будущее. А исполняется оно поэтапно, а тут так называемая пророческая перспектива. И вот мы видим исполнение части этого, потому что ни по что другое это не подходит. А Иаиль предсказывал наступление Дня Господня. Какой из этого вывода? Наступил День Господень. Каким образом? Хорошо. Наступил День Господень. А День Господень, как всем известно, из пророчеств должен был наступить с приходом Христа. Нет, я прошу прощения, с приходом Иисуса Христа он не должен был наступить. Он должен был наступить с приходом Христа. Разговор идет, является ли Иисус Христом или не является. Понимаете, просто очень часто в русском языке для нас Иисус Христос стал как имя-фамилия. Вот. И там, например, даже проповедники сказали, что Петр пытался доказать, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Ничего подобного. Петр пытался доказать, что Иисус, вот этот самый, которого вы убили, он и есть Христос. А то, что он воскрес из мертвых, это что вам и так известно. Это доказательство. То есть, разговор идет, является ли Иисус Христом. Итак, значит, день Господень должен был наступить с приходом Христа. Следовательно, Христос явился. Раз день Господень наступил, Христос здесь представьте себе толпу, которая так долго ждала пришествия. Все, во, все сбыло, сейчас нам его покажут. Вот там эти люди, значит, говорят на всех этих языках, это явно что-то сверхъестественное, потому что мы все понимаем, шум с неба, языки огненные. Опять же, как бы шум ветра, понимаете, что для них слово ветер и дух это одно и то же. К тому же, дух святой, то есть некое особое состояние Божьего присутствия питалось за завесой. Тут слухи такие распространили, что завес-то того, разорвано теперь, вроде там дух теперь не может удержаться. И тут все слышат шум ветра и проявление огня, которое тоже ассоциируется с Божьим присутствием над духом святым. Вот, сейчас нам выведут мессию, сейчас мы его быстро на трон, корону надеваем, римляне долой и так далее и тому подобное. Вот, но Петр говорит, тут Петр тут же переключает скорость. Говорит, подождите, мы уже неоднократно с вами обманывались, нам тут уже всяких лжехристов подсовывали. Давайте для начала, чтобы не ошибиться, примем решение, по каким критериям мы будем решать, настоящее это Христос или нет. То есть, как мы можем распознать настоящего Христа. Вот, допустим, Давид писал, что Святой Божий не увидит ленья и взойдет на небеса. Ну, а я тут без всякого сомнения, в русском синодальном переводе с дерзновением, но без всей несомнения могу вам сказать, мне открыть страшную тайну. Давид, так кажется, умер и похоронен, и вот там его могила, если кто не верит, пойдите и посмотрите. Вот, гроб его у нас до сего дня, можете сами убедиться. Следовательно, Давид писал не о себе, Давид писал о своем потомке Христе. Именно он писал в этой самой пророческой перспективе, будучи пророком, как синодальный перевод говорит. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Итак, что нам известно о Христе? Христос должен быть потомок Давида, должен быть засвидетельствован от Бога силами и чудесами и знамениями, должен не увидеть тления и должен воздействовать на небеса. Вот у нас есть четыре критерия, вполне достаточных, по которым мы можем отличить истинного Христа от неистинного. Иисус, потомок Давида. Далее, засвидетельствован от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него. Среди вас их вы сами знаете. Это не я вам рассказываю, вы мне рассказали про эти чудеса. Вы нам не про них рассказывали. Далее, всего Иисуса Бог воскресил, чему мы все, 20 человек свидетели. Сколько свидетелей нужно по закону? Нужно двое, тут 120 собралось. Вот мы свидетели, это факт. То есть, если это неправда, можете побивать нас камнями. Вот. И именно Иисус вознесен в Десницею Божией. Вывод. Твердо знай весь дом Израиля. Других вариантов нет. Это не догадки, это не предположения, это не гипотезы, это не теории. Это факт. Бог сделал Господом и Христом вот этого самого Иисуса, которого вы, собственно, и любили. Так что все свободны, можете идти по домам. Представляете, этот восторг и ожидание, что сейчас нам покажет Иисуса. Сейчас нам покажет Христа. И без всякого сомнения Петр показывает, что этого Христа вы убили, того самого, на которого повали наши отцы. Так что все, надежды тогда быть больше не может. Можете расходиться. И вот то, что переведено, как они умирили сердцем, то есть, все равно, сжалось их сердцем. Кому? Как камень. Так что же нам теперь делать? Действительно, что делать, если больше... То, ради чего жил, больше этого не будет. Что же теперь делать? И вот теперь, когда они спросили, что же нам делать, тогда уже Петр начинает им рассказывать хорошую новость. Хорошая новость, что на самом-то деле так и должно было быть. Что так и должно было поступить, так должно было поступить с Мессией. Именно так предсказывали пророки. И все сбылось, как и было предсказано. Понимаете, вот, помните, мы говорили о философии иудеев, мировоззрении и мировоззрении эллинов. Вот это мразница. Видите, Петр, для того, чтобы люди охотно приняли хорошую новость, благую весть, Евангелие, Петр им для начала рассказать плохую новость. И когда они понимают, насколько плоха, плохая новость, хорошая новость начинает для них приобретать смысл. Если вы встречаете человека на улице и говорите, вы знаете, знаешь, вот у меня тут такое есть лекарство импортное, совершенно дорогое, там 100 долларов одна таблетка, но я тебе могу его дать бесплатно, если нужно, обращайся. Ну человек скажет, спасибо, хорошо, интересно, буду иметь в виду. Если вы скажете человеку, вы знаешь, я тут просматривал твои анализы, вот, похоже, что тебе недолго осталось. Но у меня есть хорошая новость, вот у меня тут есть лекарство импортное, 100 долларов таблетка на тему воды бесплатно. Человек ту же самую новость примет совершенно иначе. То есть она для него уже будет вещь, новость о жизни и смерти. Она будет касаться лично его. Вот в этом-то и проблема в мировоззрении эллинов, в мировоззрении иудеев, что эллины – это те, кто не знают плохой новости. Поэтому хорошая новость для них – безумие. Они не знают, что мир был сотворен совершенным, они не знают, что мир лишился этого совершенного состояния из-за грехопадения человека. И поэтому, как его можно, этот мир, изменить? Он такой, как он всегда. Боги существуют, как всегда существовали, люди существуют, как всегда существовали. Существовали, одни и другие тела нет. Иудеи же – те, кто знают плохую новость. Те, кто знают, что мир был совершенно иным, но именно из-за грехопадения в мир вошли страдания, болезни, смерть. И в итоге все мы являемся в плену смерти. И поэтому для них столь важна благая весть. Поэтому она для них – соблазн. Действительно ли Иисус – это тот путь, который нас от смерти спасает? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok